Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Международный турнир по карате WKF среди кадетов и юниоров «Истамбул-Опен». За медали боролись 535 юных спортсменов из 20 стран. От Самарской области в турнире участвовали 9 спортсменов. Наивысший результат показала Анна Чернышева, спортсменка Федерации карате Самарской области и воспитанница Тольяттинской школы карате «Рекорд». Анна провела 5 поединков в категории 16-17 лет в весе до 59 килограммов и во всех одержала победу. В австрийском городе Фюрстенфельд состоялся Кубок Европы по спортивному ориентированию среди юниоров до 20 лет. Самарская спортсменка Анна Дворянская завоевала две медали. В эстафете в составе сборной России Анна завоевала бронзовую медаль. В индивидуальном спринте самарская спортсменка выиграла золото. Хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в ВХЛ, усилился тремя игроками – двумя нападающими и игроком обороны. Защитник Надир Ислямов провел прошлый сезон в Мамонтах Югры из Ханты-Мансийска. Забил два гола и отдал три передачи. При показателе полезности – плюс восемь. Нападающий Максим Пушкарский провел семь игр за Воронежский Буран и результативными действиями не отметился. А Александр Степаненков выступал за Ишсталь и также не набирал очков. В очередном матче МХЛ Тольятинская лада на выезде встречалась с Мамонтами Югры из Ханты-Мансийска. В первом периоде, несмотря на игровое преимущество хозяев, счет открыли гости. Отличился Семен Переляев 0-1. При этом голкипер Ладьи Михаил Исаев постоянно был в игре, отразив 13 бросков. После перерыва характер игры не изменился, а соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Тольятинца Леонида Николенко точным броском ответил Сергей Голоднюк 1-2. В третьем периоде защитник Ладьи Александр Ляхов увеличил преимущество Волжан до двух шайб, реализовав большинство. Все, чего удалось добиться Ханты-Мансийцам, после этого – отыграть в концовке одну шайбу. 2-3 победа Ладьи. Голкипер Тольятинцев Михаил Исаев отразил 38 бросков по своим воротам из 40. После поражения «Мамонты» сохранили за собой первое место, а автозаводчане поднялись на 13-е место Восточной конференции. Следующие матчи волжане проведут дома. 5-6 октября их соперником будут «Сарматы» из Оренбурга. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!